Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс с большим количеством аналитического контента. Впереди выходные, проведите их хорошо в понедельник. Всех вас жду на наших рядовых трейдерских буднях. Продолжим разбираться в том, что на финансовых рынках происходит. Сегодня к повестке экономического календаря несколько релизов. Совсем скоро в 9.00 по московскому времени выйдут данные по ВВП Англии. Я думаю, что этот отчет даст только лишь предварительную оценку, которая поможет нам оценить возможные изменения в темпах экономического роста на ближайшие кварталы. Это еще не квартальные цифры, не окончательные, поэтому думаю, что реакция будет довольно вялой. И в 15.30 по московскому времени данные по рынку труда Канады. Если канадец сейчас является тем инструментом, который находится в вашем торговом портфеле, обязательно дождитесь этого отчета, потому что статистика важная. В целом, рынок труда для канадского регулятора имеет большое значение, как тот самый сектор, на основании прогресса которого принимаются решения относительно изменения денежно-кредитной политики. Все то же самое, что, например, и для американского регулятора и действий Федрезерва. У меня нет конкретных сейчас локальных сделок по фунту и по канадцу, поэтому, с вашего позволения, я пойду сейчас немножко дальше к тем идеям, с которыми мы работаем уже довольно-таки давно. Индекс американского доллара 92.43. Доходность американских трежерей сразу прям в связке можно рассмотреть 1.33%, и это минимальное значение с начала этого года. Динамика долгового рынка подсказывает нам, друзья, что нужно покупать золото и нужно шортить индекс доллара. Конечно же, у меня нет уверенности в том, что я не могу сказать, что эти сделки принесут прибыль к вечеру сегодняшнего дня. Кракосрочные рекомендации – это не, наверное, самое лучшее, что могут делать те, кто анализирует рыночную ситуацию. И, друзья, краткосрочно никогда нельзя понять, как поведет себя конкретно актив. Поэтому краткосрочными трейдами мы, по сути, не занимаемся. Все эти идеи, как вы знаете, которые я озвучиваю, они с прицелом на долгосрок. Поэтому, если вы согласны с тем, что в мире есть определенные тенденции, которые по-прежнему являются базой для вот этих долгосрочных посылов, тенденции изменения именно ситуации на рынке долга, влияние казначейских облигаций на американскую валюту и влияние доллара на золото, вы сейчас точно не должны спорить с тем, что на рынке прекрасные условия для того, чтобы покупать золото, и, соответственно, ставить на еще большее снижение доходности американских облигаций и в связи с этим топить за снижение курса американской валюты. Почему снижаются трежерис? Все сходятся во мнении, что такая динамика, с одной стороны, отражает тот факт, что ФРС не так уж и близок к решению по изменению национальной денежно-кредитной политики. Другая версия, что снижение доходности трежерис – это динамика страха, которая заставляет трейдеров сейчас на фоне участившихся случаев роста количества заболевших новым штаммом уходить в эталонные защитные инструменты. Конечно же, казначейские облигации по этому статусу впереди планеты в семь. Более надежного актива в мире не существует. Ну, можете выбрать любое объяснение того, что сейчас происходит. Но я думаю, что совсем глубокопанием заниматься не нужно. Важно просто использовать динамику рынка американского долга для того, чтобы оправдать актуальность наших идей и объяснить, точнее, актуальность наших идей по снижению курса американской валюты и росту золота. Золото – 1803 в моменте, хай вчерашнего дня – 1818. То есть, фактически, с нашего входа локально высоко собирались. Но я думаю, что золото сохраняет потенциал для роста гораздо выше – 1850 и, может быть, даже в районе 1900 долларов за трость к омсу. Конечно же, придется подождать. Протоколы, которые вышли в среду, не поддержали покупателей. В целом, большинство членов американского регулятора подтвердили, что прогресс, конечно же, есть буквально во всех направлениях американской экономики по секторам. Но он недостаточен для того, чтобы ФРС прямо сейчас пересмотрел денежно-кредитную политику. Самое главное, как отметили представители ФРС, не торопиться и не наломать дров на текущем позитивном, хорошем новостном фоне, который сложился. ФРС заранее, сильно заранее предупредит всех инвесторов и трейдеров о том, что он готов изменить денежно-кредитную политику, чтобы не допустить повторения ситуации 2013 года, когда начали сворачивать программу количественного смягчения и рынки обвалились. Друзья, я об этом, кстати, также много раз уже говорил. В сухом остатке идея прежняя по доллару. Индекс американской валюты ждем ниже 92 пунктов. Параллельно смотрим на рисковый инструмент. Евро против доллара 1.18.35. Мы сделали ранее цель 1.18. Сейчас без каких-либо сделок и рекомендаций. Но я думаю, что на следующей неделе к трейдингу непосредственно по главному валютному риску мы еще вернемся. Те, кто ранее полагал, что 1.18 это еще не дно, я могу сказать, что, может быть, вы и правы. Друзья, потому что я опирался в своей прошлой рекомендации на индекс рыночных настроений. И сейчас он по-прежнему указывает на то, что рынок может оказаться ниже. Например, на отметке 1.1750-1.17. Но если вы будете держать до этих уровней, как бы на собственность страха и риска. Но в целом общее позиционирование указывает на то, что большинство трейдеров сейчас в покупках по евро. Это значит то, что, скорее всего, пара сначала сходит пониже. Сегодня я хочу предложить вам сделку, друзья, в расчете на очень важное событие следующей недели. Мы давно не трогали новозеландский доллар. Сейчас пара новозеландский доллар против американца котируется на отметке 0.6943. Я предлагаю buy stop с уровня 0.6960. И основа этой рекомендации то, что 14 июля на заседание Резервный банк Новой Зеландии свернет программу количественного смягчения. Очень много индикаторов, даже комментариев и заявлений от регулятора о том, что именно так оно и будет. Если, допустим, что этот сценарий реализуется, то после сворачивания программы количественного смягчения до конца этого года, в ноябре, например, Резервный банк Новой Зеландии может начать повышать процентные ставки. И чтобы, опять же, поймать вот это потенциальное движение, укрепление новозеландской валюты, я думаю, что заходить нужно уже сейчас. Можете открыть дневной таймфрейм, посмотреть, что пара NZD и USD сейчас находятся на уровне довольно неплохой внушительной поддержки. Еще один сигнал в пользу того, чтобы попробовать отработать отскок, заряженный еще вот этим фундаментальным фоном. Американские индексы пока что без изменений идет локальная коррекция. Она в том числе связана с тем, что тема распространения дельта штамма ковида, она становится все более и более актуальной. Ранее мы говорили про Каталонию, ранее мы говорили про еще ряд европейских регионов, там Португалия, про Австралию, где действуют ограничения. В Японии буквально в следующей неделе вводится четырехнедельный карантин. В Южной Корее и вовсе максимальные показатели вообще за все время наблюдения за коронавирусной статистикой по количеству заболевших. И таких вот региональных новостных сводок очень много, указывающих на то, что распространение дельта штамма продолжается и охватывает все больше стран. Не хочу негативить, друзья, но просто имейте в виду, что есть вот этот фонд, который сейчас будет сдерживать еще особый интерес к риску. В частности, мы говорим про фондовые индексы S&P и NASDAQ. Они скорректировались, но не сильно, друзья. Мы фактически по NASDAQ находимся в начале, на уровнях начала недели, по S&P на уровнях конца прошлой недели. То есть легко может произойти разворот, тем более, что мы индекс покупали с гораздо более низких значений. И рынок нефти 7406. Опасения за то, что дисциплина ОПЕК может пошатнуться. И, в принципе, действия Объединенных Арабских Эмиратов по увеличению добычи в одностороннем порядке. Все это имеет отклик, конечно же, в текущей динамике. Но я абсолютно уверен, что страны ОПЕК, прочие участники аналитического факта, говоря совсем просто, наедут на своего коллегу Объединенные Арабские Эмираты. И объясняют, что такого рода прецеденты сейчас рынку не нужны. Потому что даже первичные реакции по бренду WCI на действия только лишь одного региона стали причиной коррекции на 10%. Чтобы не усугублять ситуацию, лучше все-таки действовать коллективом. Отбиваться от коллектива не нужно. И я думаю, что через какой-то период времени, возможно, даже уже на следующей неделе, страны ОПЕК плюс все-таки сделают официальное заявление, что остается вселить дорожные карты по постепенному наращиванию объемов нефтедобычи на 400 тысяч в месяц. С учетом восстанавливающегося спроса и имеющихся производственных мощностей. Соответственно, как только эта новость придет на рынок, паника все-таки уже не будет состоятельна. Мы вернемся к тенденции постепенного восстановления котировок бренда WCI. И будем рассчитывать на то, что цель 80 долларов за баррель будет снова актуальней. Если новостной фон изменится, я обязательно вам об этом расскажу, друзья. На этом все. Спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok